Ямальские олени, салихардский рыбокомбинат, мясоперерабатывающий комплекс поюта Салихард Агра и другие лучшие продовольственные предприятия автономного округа в эти выходные представят свою продукцию на традиционной ярмарке. Кроме самых известных продуктов Крайнего Севера, оленины и рыбы, всевозможных способов заготовки и посола, покупателям будет предложена свежая говядина, картофель, хлебобулочная продукция. Участниками ярмарочных мероприятий будут и мастера народных промыслов и ремесел. В торговых прилавках покупатели ждут традиционные художественные изделия и сувениры. Ирсалинская арктическая ферма в этом году впервые презентует молочный ассортимент гостям и жителям Салихарда. Продукция, можно сказать, все представим на ярмарку. От молока до сыра. Сыра дегейский, сыр голландский. Молоко у нас будет на ярмарке. Кефир отправим, масло сливочное. Я думаю, что продукция понравится, потому что продукция вся свежая. Все из натурального продукта, все из молока, никаких добавок там нет, никакой химии. Также будут представлены традиционный творог и производная творожная продукция, в том числе творожная масса пяти видов с различными наполнителями. Торговые ряды Абдурской ярмарки будут работать с 10 до 18 часов на площади у рынка Дары Ямала. Праздничное открытие состоится 28 сентября в 12 часов. Поздравления с профессиональным праздником принимают работники дошкольного образования. Идея Дня Воспитателя – помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на детство в целом. Дошкольный возраст – особенно важный период в жизни ребенка, когда формируется личность. То, как это будет происходить, во многом зависит от мудрости наставников, их терпения и внимания к внутреннему миру ребенка. С профессиональным праздником воспитателей и всех работников дошкольных образовательных организаций поздравил губернатор Дмитрий Артюхов. Пользуясь случаем, благодарю вас за плодотворный труд, за отзывчивость и чуткость, за доброту и любовь к детям. Это не только основа вашей благородной профессии, но и залог счастливого детства маленьких ямальцев, будущих граждан России. Ваши знания, ответственность и мудрость помогают нашим детям получать знания об окружающем мире, делать свои первые открытия, учиться самостоятельности, трудолюбию и взаимоуважению. Пусть ваша энергия, талант и творческий подход к организации воспитательного процесса и впредь способствуют развитию ямальского дошкольного образования и помогают вам достигать новых высот профессиональной деятельности. Здоровья вам и вашим семьям, благополучия и всего самого доброго! Дмитрий Артюхов, губернатор ЕНАУ. В телевыпуске программы «Радио Ярселе» воспитатель детского сада «Солнышко» Людмила Ван Гуй рассказывает о том, что значит быть воспитателем. Смотрите через несколько минут. Со следующего года размер пособия опекунам совершеннолетних, недееспособных ямальцев составит более 18 тысяч рублей. Соответствующие поправки в региональный закон вынесли по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова. Сейчас размер выплаты около 6 тысяч рублей. Увеличение произойдет почти в три раза. Вообще опекунство устанавливается на безвозмездной основе. Ямал – один из первых регионов, который установил такое пособие. Как пояснили в правительстве, когда ребенку-инвалиду исполняется 18, мама все равно продолжает за ним ухаживать. Но уровень доходов у нее падает. Сегодня пособия получают около пяти тысяч ямальских семей. Это одна из мер поддержки в рамках национального проекта «Демография». Закон вступит в силу с 1 января следующего года. В воскресенье Центр национальных культур приглашает жителей принять участие сразу в двух мероприятиях. В интеллектуальном поединке игры «Что, где, когда» сойдутся несколько команд знатоков. Ростязание «Рудитов» проходит в Ярселе уже не первый год. За это время появились постоянные участники, есть и новички. На этот раз темой интеллектуального баттла станут праздничные события сентября и октября. Сразу после окончания игры начнется музыкальное ток-шоу «Достояние Республики». Со сцены прозвучат нетленные хиты 80-х. Гости смогут поделиться своим мнением о шлягерах и узнать интересные подробности о любимых композициях и исполнителях. Какими получатся оба эти мероприятия, узнаете в понедельник в новом выпуске программы «Культ-обзор». Не пропустите. Работа педагога заключается не только в том, чтобы передать ученику знания. Немаловажно уметь привлечь внимание ученика. Как правильно построить урок, чтобы он был интересным для ребенка. Как быть интересным, уметь слышать и понимать ученика. На эти и многие другие вопросы педагоги Ямальской школы-интерната искали ответы в ходе авторского семинара кандидата социологических наук Сергея Печоричкина. С этим курсом Сергей работает уже два года и успел получить немалое количество положительных отзывов. Проблема заключается в том, что у нас же есть желание передать информацию, а есть навыки передачи информации. И моя задача за три дня, скажем, вооружить слушателей неким новым инструментарием передачи данных, передачи знаний. Неким новым инструментарием мотивировать детей к получению образования и навыков. Как отметили сами педагоги, семинар дал огромное количество информации и инструментов, которые, несомненно, стоит применить в своей работе. Каждый преподаватель стремится к тому, чтобы ученики с желанием шли на его урок сделать занятие интересным. Знания, полученные в ходе семинара, пригодятся в дальнейшей работе. Хочется действительно быть интересным и хочется, чтобы весь коллектив именно педагогов стремился к тому, чтобы ребята с комфортом шли к ним. Современные дети – это дети не такие, как мы. Это дети, у которых совершенно другие потоки информации, с которыми нужно разговаривать на их языке, знать, чем они живут, какую музыку они слушают. В субботу в Центре национальных культур состоится семинар для всех желающих «Здравствуй, мой дорогой страх». Речь пойдет как о страхе, так и в целом о том, как прочесть его и использовать в дальнейшем. В Арктике состоялось торжественное награждение победителей и призеров по итогам двух видов района Спартакиады. Помежуточное вручение медалей в Ярселе практикуется не первый год и собирает вместе участников и болельщиков. Третье место в волейбольных соревнованиях заняла команда Сиехи. Серебряными призерами стали хозяева площадки, чемпионский титул в копилке мыса Каменного. В баскетболе золото завоевала команда Ярселе. Второе место у мыс-каменских спортсменов. Тройку лидеров замкнули представители Салимала, обыгравшие в матче за третье место Сиехинскую дружину. В соц. Арктика продолжаются спортивные баталии. Команды разыгрывают награды в мини-футболе. По данным на пятницу местная дружина провела два матча с Панаевском и Салималом. В обоих одержала победу. С хозяевами Салимальцы сыграли со счетом 8-2. Первая игра у нас была с Панаевском. Была тоже упорная борьба, потому что мы прекрасно знаем, что команда Панаевска привезла одну из сильнейших команд сюда на футбол, именно на вид футбол. Мы сыграли с ними 7-3, но эта игра была достаточно тяжелее, конечно, чем вторая. Но как итог – победа. Итоги масштабной спартакиады подведут в субботу в 17 часов. Всех желающих организаторы приглашают принять участие в торжественном закрытии районных соревнований. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова